Рейнбоа, в переводе с французского, то есть французского говорю, это французский сорт, но в переводе с английского называется радуга. Это новый сорт, государственный реестр вошел в этом году, в феврале было заседание. Очень выровненный урожайный сорт, крупноклубневый, который как раз непосредственно нравится. Вот как раз он с товарностью 95 получился в Ставрополе, вот эта компания Ирика там выращивает его. И мы в этом году разместили достаточно большие посевы, ее одна самая такая главная характеристика, связанная с товарностью и внешним видом. В Европе есть сорт агата, есть ли и шарлотта называется, есть такой вот рейтинг сортов. И я просматриваю, когда цены на эти сорта, они всегда стоят в цене примерно на 20% дороже, чем вся остальная группа сортов. Спрашиваю наших селекционеров, почему, он говорит, вот за счет внешнего вида, товарности и других показателей, они выигрывают в этом, вот. И поэтому на рынке очень востребованы. У него вот как раз родительская форма, одна из агата называется. Поэтому мы ожидаем, что этот сорт будет очень востребован в свете вот тех, соответственно, требований нового рынка, потребителей и так далее. Тоже 75-80 дней, да, оценим, вот. Жаростойкость она у себя проявила хорошую в этом, в Ставрополе, да, там экстремальные условия были, но показалось себя хорошо. Ожидаем, вот мы начали работать с 2016 года с французской компанией, это Compture du Plant называется, вот. Как показалось, вот, что у каждого селекционера или у каждой страны, там, у Голландии одни, у Финландии другие, у Германии другие условия, у Франции свои экстремальные условия, вот. Но они вот находят определенную, скажем так, линию, по которой начинают работать. И вот сегодня рынок француза, это красные сорта, вот, если вся Европа белые сорта сажают, французы красными занимаются, французы любят крупную картошку, если немцы любят вообще вот такую вот, и в магазин заходишь, вот. То есть, каждая сторона свои требования, я говорю, наши полюбят точно, потому что крупную нас любят, и она, чтобы она выровненная была. Да, точно так же, Дагестан любит белую, Чечень, Чечня только красную, и все остальное, рядом вроде, да. Да, приходится подстраиваться. И мы вот в этом году, вот, первый год, ну, слава богу, даже в условиях пандемии была возможность завести материал для новых сортов, мы завозим материал супер-супер элиту, а остальной материал мы введем в семеноводство также из мини-клубней, то есть полный цикл, если те сорта они у нас уже есть, вот. Вот, этот сорт тоже сейчас микрорастения появились, но пока свой собственный материал, независимо от западных поставок, будет, ну, 5 лет пройдет, пока до элиты дойдем, вот. Но введем мы семеноводство у себя, у нас тоже возвышенность, и на Урале у нас, вот, все супер-элиты мы выращиваем вот в горах тоже. То есть, это нужны такие условия, как Николай Николаевич сказал, чтобы была защищенная среда, температурные условия невысокие, чтобы картофель не выдохся, пока он растет, вот, и никакой заразы в виде, там, тлей, вирусов, переносчиков не появилось, вот. Ну, по виду, если сказать, то есть, этот материал мы вырастили сами, это материал семнадцатого года, который на госсортиспытание пришел, мы там три тонны получаем материала, очень сложно было завозить, вот, эта система пока еще не отлажена, вот. Но мы тонну себе оставили на воспроизводство, посмотреть, где и на испытание дали, вот. И вот здесь, я не знаю, где-то тонны три, наверное, мы тоже привезли, вот. И для нас важно не два редка посмотреть, а комбайном выкопать, да, вот. Вот, и как он покажется, тогда уже это... Ну, да, у нас посчитаем, скажем, по каждому сорту. Все, давайте, спасибо. Хорошо, я расстойкий. Вот, если мы вот с баварцами тоже, это Баварий Заад называется компания, вы уже записываете или еще нет? Вот, Баварий Заад, это, конечно, не Голландия и не Север Германии. То есть, они находятся в горах, но там экскремальные условия, первое, жара, второе, все-таки есть переносчики. Они говорят, мы не выращиваем сорта, которые имеют хороший внешний вид и, соответственно, урожай и так далее. Мы выращиваем сорта, которые устойчивы к вирусным болезням. Вот, у нас, говорят, не так много сортов, но если мы выбираем сорт, то он как раз долгоиграющий, чтобы вот... И в условиях бывает такая зараза, когда он посадил здоровые, а в течение сезона, допустим, вегетация очень сложная, там, стрессовые условия, он может поразиться, соответственно, и повлияет на урожай, там, и может деформация клубней быть, и урожай низкий, вот. Эти сорта как раз это, вот, если, помните, старый сорт Калета был, вот он по сроку как раз где-то 60-65 дней, вот, это как раз, скажем так, неделю позже. Ривьера, вот, если бы прогрели, то есть он был бы сейчас практически на уровне Ривьера через недельку, вот, но она и по Ботве видно, да, сразу она уже начала немножко раскрываться, поджелтее, эти вот более поздние, тут очень агроном правильно посадил сначала, скажем так. Оно по срокам и пойдет нормально, Ривьера, вот сейчас Коломбо у нас пойдет, Ридскарлетт, и вот как раз следом она пойдет, белый сорт, кстати, хороший. Да, но у нас еще пять сортов. 400 тонн на Пятигорск, на Байсад, вот, в тот регион, да, лосков, не, ладенькая, продолговато, все. Имеет хорошее сухое вещество, за счет этого вот загружаешь машину, 20 тонн вроде бы, а там 23, то есть он сухое вещество, все-таки вес имеет. Выровненность хорошая, лёжкость хорошая, срок созревания примерно 7 дней, вот, плюс-минус, то есть оно вот как Калета тоже, это та группа, вот, у Калети. По Саньяве востребованность сегодня хорошая, за счет вот этой выровненности, внешний вид клубня, то есть он такой вот овальной формы получается, да, не сильно длинный, на мойку-фасовку хорошо. И вот, самое главное, чистить удобно, я всегда чищу дома картошку. Вот в хозяйстве в Краснодарском крае она лучше всех показала. Давай все такое мелкую бросай, ну, я понял, ну, вот она будет потянется, хорошая. Ну, джувел в Европе стандарт раннего картофеля, отправляют его и на балканские страны, Испания, вот, и Египет, вот, любят его за счет Краснодара, например. У нас его берут за счет того, что они говорят, давайте нам лимонку, то есть она как лимон, такая вот форма. Да, да, да. Но у этого, вот, у импала все-таки, она, это одна сторона более круглая, а это оба стороны, так как у лимона, так вот. Вот, но раннее, она относится к ультра ранней группе, но по ривьере не догоняет она. С другой стороны. Ну, вот отсюда, она сюда. Я думаю, что Николай Ганаш сорт, вот, мы отбирали его, селекцию совместно с НИИКХ, они авторы. Сорт обладает повышенным содержанием сухого вещества, если это специальный сорт, то есть, на самом деле, показывает урожайность тоже не хуже западных сортов, то есть, мы в прошлом году 70 тонн с гектара, очень выровненный Николай Николаевич, но сухое вещество 30, 30, то есть, из него делать пюре, из него делать, соответственно, вот, бойсатый картофель фри делает его. Ну, это конец августа, да? Конец августа, да. Мы посмотрим по ботве, видите, очень здоровая, хорошо лежит, копается хорошо, кожура крепкая, вот, выровненный. То есть, не ранний, не ранний. Она урожай 45 дала, вот, если бы еще неделю поливали, было бы все 70. Вот, закладка, видите, хорошая, клубень, в общем-то, такой, это, у нее, как я уже говорил, очень устойчив к вирусным болезням. Ботва мощная, жару выдерживает, то есть, не израстает и так далее. Это компания Европлант, это вот мы по лицензии его выращиваем.